Здравствуйте, уважаемые зрители! С начала 2021 года в Ульяновской области стартовал год книги, а с ним и проект «Книгомания». Его гостями стали известные российские писатели, но сегодня наша встреча с художником-иллюстратором Игорем Юлевичем Олейниковым. Здравствуйте, Игорь Юлевич! Здравствуйте! Вот вы приехали сюда в качестве художника-иллюстратора книг, но, как я знаю, вы начинали свою профессиональную деятельность с другой стези, так скажем, да? Художник, как правильно? Ассистент художника-постановщика. В «Союзмульфильм»? Да, но до этого я был еще инженером три года. Меня удивило, что вы, да, закончили-то совсем институт. Химическом мышлении. Да-да-да. Это вам помогло в дальнейшем в жизни? Ну, наверное, помогло в том смысле, что я вовремя пришел туда, куда надо прийти было, что эти шесть лет, что я там отучился, и три года, что я отработал, девять лет эти, ровно привели меня в нужное время, в нужный день, в нужное место на студии «Союзмульфильм». А как вы попали в киностудию, в такую известную киностудию в стране в 79-м году? Да. Дело в том, что попал я туда еще в 72-м году, потому что я рисовал, рисовал всегда, а тут одна моя родственница сказала, а у меня есть знакомый на «Союзмульфильме», редактор в сценарном отделе, Наташа Абрамова, говорит, хочешь покажем? Ей работали, работали, пошли, и меня отвели на кукольную студию, кукольную. И вот там показали мы работу, и Роман Качанов подошел, который вот, чебурашка и прочее, прочее. Говорит, о, говорит, это же наш человек, заканчивай институт и приходи к нам. Ну, я закончил институт и думать-то забыл просто, как сказать, мультфильм. Три года инженером работал, вот, а работал я в отделе своего отца, вот, а во время работы я с ним рисовал. Как только начальник за порог, я на кукольную рисовать. Начальник сказал, я с тобой чертить, я с тобой рисовать. В общем, я тебе сказал, сколько ты можешь меня позорить, хватит меня позорить, собирай свои вещи, монатки, и давай дуй на «Союзмульфильм». Я собрал вещь, почему-то у меня папа дал такого пинка хорошего под зад, что я долетел до «Союзмульфильма» в нужное время, в нужном месте, оказался именно там. И когда пришел, отведите меня к Роману Качанову, потому что он меня уже видел. А Роман Качанов набирал как раз «Тайну третьей планеты» фильм, группу. И мне повезло, ну, настолько несказанно, что я попал. Я был готов на «Союзмульфильм» вообще подметать двор, дворник, потому что я с седьмого класса не читал работать в анимации. Я помню, что с седьмого класса именно мечтал. Я был на что угодно. А тут меня взяли сразу в группу, сразу, и самые художники, хуассистенты, фоны. Это несказанное везение было, несказанное. Потому что, если бы я подметал двор, я бы так и остался подметать двор, скорее всего, надолго. Ну вот, давайте тогда к этому мультфильму вернемся. А что конкретно вы там рисовали? Конкретно? Там все сцены, которые… Фоны рисовал. Фон – это то, что сзади, на котором действуют персонажи. В кораблях космических рисовал, на Луне рисовал, на Земле. Какие-то фоны. Самые красивые не я рисовал. Самые красивые на планете рисовали другие. Ну, я там много делал. Ну, фоны. Фоны, фоны. И после «Тайны третьей планеты» у вас, наверное, еще масса… Жил был пёс был. Это тоже очень… Это мой любимый. Это лучшего фильма, лучшего времени на Союзмультфильме. Я не помню, чем на «Жил был пёс». Это было просто райское блаженство. Просто райское. Режиссер такой. Группа вся подобалась, сплошные. Просто это было… Ну, это не передать. Это не передать. Это просто было что-то. Там мы все записывали. Там есть голос моего сына, есть мой голос. Да, если вы помните этот мультфильм, там младенец сидит на холме, так, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла делать. Это вот голос моего сына. Да, мы записывали его, когда он младенцем был, да. Моё хихиканье там есть. Ну, мы же сами озвучивали всё это. Это было небесные какие-то дела. С Эдуардом Назаровым. Но потом с ним ещё были фильмы, да? Это «Путешествие муравья» было и «Мартынка». Тоже такие интересные. Да, да, да. С удовольствием смотрели. Это на всех трёх фильмах, это было непередаваемо просто. Это мой режиссёр, это Эдуард Назаров Эдик. Ну, это просто один из моих учителей, я считаю. А вот в чём заключалась вообще ваша работа? Ну, вот там были ассистенты. Фаны, да. И везде только фаны. По фанам, да. Только фанам, да. Но в «Союзмультфильме» всегда по фанам. В «Жилбот-пёс» рисовал все столы свадебные. И что интересно, там вот эту еду вот эту прекрасную, лучок, огурчики, грибочки я рисовал до обеда, потому что есть хотелось. А потому что я рисовал эти грибочки там промасленные, мне так разбиралось. А аппетит, и меня ещё больше хотелось вырисовывать. Но когда мы уже пообедали, уже когда-то сыт. Уже не хотелось рисовать. Вам знали, когда подсылать эту работу? Нет, это моя работа, я рисовал. Но я помню, что до обеда это рисовалось просто великолепно. А когда вы стали иллюстрировать книги? Ой, а вот после мультфильма «Путешествие муравья» Эдик, как я тогда думал, ему действительно... Ему позвонили из журнала Миши, как сейчас журнал Миши был такой. Он был при журнале «Советский Союз», если вы помните, такой ЦК КПСС, он был только по подписке, только для избранных. Ему просили набрать на обложку «Муравейник». После «Путешествие муравья». Эдик тогда сказал, что мне лень, нарисуй ты. Я тогда думал, что ему действительно лень. А потом я начал думать, а не таким образом он меня просто в полиграфию решил ввести. Я нарисовал эту обложку. Так и пошло. У меня этот журнальчик до сих пор где-то дома лежит. Это первая моя полиграфическая работа. И потом пошло, поехало в журнале. Миша, я много рисовал, много-много. А потом позвонили из издательства «Просвещение» и заказали вот эту книжку. Издательство «Просвещение». Это только начало компьютеров вообще. Я в глаза не видел никакого компьютера. Глаза не видел. Год какой? Это 80-й какой-то, по-моему. 90-й. Ну, неважно, 90-й год. Тогда ведь вообще… Я не знал, как он выглядит. А у меня было на обложке шли компьютеры. И мне даже никто не показал ни фотографии, ни чего. Откуда? И вот эта клавиатура такая до горизонта. Это она потом появилась. А поначалу здесь были какие-то рычаги какие-то. Я так думал, что так управляют компьютером. Какие-то тумблеры. Чуть ли не рычаги. Когда я это увидел издательства, я сказал, что это что такое? Это же какая-то подводная лодка. Это же какой-то пульт подводной лодки. Покажите ему хоть как выглядит клавиатура. Мне хоть показали как-то. Он какой-то там усилитель нарисовал, еще что-то. Кошмар. Я же не знал, как это выглядит. Я знал, что это некая аппаратура. Думаю, типа как на сцене выступает рок-музыкант, и, может быть, так же выглядит компьютер. Вот это вот была первая моя знакомство. То есть вы изобретали компьютеры? Да, да, да. Но могли бы вообще-то мне и показать издателю. Это издатель просвещения. У меня и вот эта книга там уже потом вышла. Это учебник? Это учебник. Это учебник русского языка. Это французского языка. Французского, да? А что именно здесь? Вот они, вот они мои картинки. Видите ли, в учебнике все просто. Это работа для ленивых. Но это те времена, те времена, издательство просвещения платило за каждую отдельную картиночку. Люди неслыханные деньги зарабатывали. У меня знакомый был две книжки «Кооперативная квартира». Две книжки, два учебника. Это просто. И там все абсолютно описано. Стоит девочка, на ней там надеты тут и тут. В руках она держит книжку такого-то цвета. Вообще думать не надо. Просто как на автомате работаешь. Но на этой книжке у меня случилось, больше никогда такого не повторялось у меня в жизни. Удивительный феномен. Я арестовал девочку, она стояла в красном платье, на нем даже были быть желтые горошки. Я красное платье нарисовал. И так увлекся, я рисую горошки. И вдруг я понимаю, что я к ней обращаюсь. Подожди, не уходи, я сейчас рисую горошки. Все, больше такого не было. Чтобы я так с персонажем общался, меня никогда не было больше. А вот ей прям, стой, 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 не уходи. Удивительно. Вот на каком-то учебнике, понимаете? Так, а вот эта книга из «Кооперативной»? Это Андрей Усачев, это позже гораздо. Ну, это Андрей уже написал историю про котов. И я ее сделал. Ну, как-то так вот, да. Причем здесь у одного кота, его зовут Катаускас, вот этого. Я думаю, что тут такое, откуда такое привалтийское, такое литовское, латвийское слово? На севере, что такое? А потом я думаю, ага. Ну, наверное, там, потому что была зона, гулак, и там сидела вся страна. И, наверное, из Литвы хозяева приехали с котом, наверное, со своим. И потомки этого кота так и остались там. Ну, откуда на севере взяться? И вот с этого начались мои вот такие вот исследования текста. Я стал работать с текстами. Стал изучать каждому слову, задавать вопрос, почему так, а не эдак. Ну, раз вы уже заговорили о текстах, давайте вот прям вот к новой книге. Ну, она не очень новая, она, по-моему, 17-го года, или какой-то. Одна из последних. Одна из последних, да. Одна из моих лучших, считаю, я считаю. Пушкин, сказки Пушкина. Да. И здесь вот, давайте тогда к золотой рыбке и начнем, да? Что конкретно? Вот вы взяли именно Северное море. Дело в том, что у меня появился такой подход. Вот мне нравится брать сказку, вынимать из нее, оставить там сказочные некие условия, что да, ну, рыбка будет, говорит, рыбка выполняет, но людей заменяет на живых людей. Не сказочные персонажи, которые не удивляются тому, что рыбка заговорит, а живых людей. Представляете, что будет, если в руках в руках заговорит рыба? Ну, что с вами будет? Конечно, старик перепуган до смерти, совершенно выронил ее в ужасе просто. Вот это очень интересно, когда ты берешь живого человека и ставишь на место сказочного. Живой человек может подвернуть, но ведь сказочные герои, они получают ни увечья, ни царапинок, не болят зубы, они хоть в туалет даже, извините. Все абсолютно, они как, не от мира сего. А мне интересно взять живого человека, живого, настоящего, опасного. Будут ломать ногу, подворачиваю, он страшно. Он царапается, платье сдирается, зубы выбиваются, грязные, чумазые все. Мне вот так интересно. Вот тут у меня есть 33 богатыря, вот те самые, помните, 33 богатыря, которых рисуют такими румяными молодыми людьми, на одно лицо выходящими. Мне вот так это все надоело до смерти. Я решил патологическим путем. Вот 33. Они живут под водой. Под водой гравитация меньше. Меньше. Поэтому они вырастают огромными. Они выросли огромными. Выше крепости, да? Выше крепости, да. У них лица в шрамах, потому что там акулы, там скаты, там все. Они сражаются с этой нечистью подводной. У них не копия гарпуны. Вот такие 33 богатыря. Игорь Юрьевич, мне, конечно, очень понравилась ваша книга. Взгляд необычный на сказки Пушкина. Вот золотую рыбку в виде корюшки увидеть. Или королевича в виде крестоносца. Это все. Ну, золотая рыбка. Ну, вот у меня начинается с того, что... Может быть, конечно, я не делаю не всегда точные выводы. Начинается с того, что происходит все на севере у меня. Белое море. Да. Белое море, потому что старуха попросила не хату, чтобы построить, а избу. Я решил, ну, раз изба, это иначе более северная. Хата была бы у теплого моря на юге. Ну, да, да. Хоть там, по-моему, есть в тексте у самого Синего моря, но я решил. Море разное бывает, северное. Бывает и синее. Ну, в общем, северное. Сейчас, сейчас. Старик одет, между прочим, это настоящая поморская шапка. Для Инны ее обматываю вот так вот вокруг себя. Я старался изучать изо всех сил, что только можно. То есть вы будете вообще быть северной. Да, 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 северной. Я так подхожу, да, как можно. Очень конкретизировать время действия, конкретизировать костюмы. Ну, все конкретизировать, чтобы это было как документальная история. Да, это сказка. Ну, понимаешь, чтобы это было как документально. Что-то действительно происходило. Ну, вот, кстати, там все рисуют. Если вы помните, такой старичок в чистенькой беленькой рубашечке, лопаточке. Такие старушка такой в красненьком перейдничке. Боже мой, они 33 года вообще жили в этой землянке. Грязной, вонючей, пропахшей рыбой землянке. Понимаете? Ну, откуда там все чистое у них? Ну, они, ну, корыто треснуло. Они ничего не стирают уже. Да, да, да. Хотя бы в море ходят, хоть мокрые. А старуха-то там, бомжиха. Ну, вы отталкиваетесь все-таки от текста? От текста. Я ни на миллиметр не отхожу от текста. Все есть в тексте. Все. Вот помните сказки о царе Салтане, когда он вылезает из бочки и ему как-то питаться, он идет на охоту и ломит туда от дуба сук, тугой сгибает лук, а на тетиву от лука, если вы помните, он снимает с себя крест и штуночек от креста. То есть креста на нем больше нет. И начинает лебедь разговаривать. И начинает все это колдовство понеслось. Он снял с себя крест. Вот никто не обращает внимание на этот момент. Я понимаю, что он вырос тоже колдовским способом. Так-то раз и вырос. Все как-то больной был, когда за несколько дней человек вырастает, что там с органами внутри происходит. Если вот такие еще выводы делать, он очень тяжелится на этом острове. Когда он остался между мамашей и женой своей. Между двумя такими женщинами. Это Шекспир просто. А, кстати, вы только детские книги иллюстрируете? Все-таки взрослые тоже есть. Я, в принципе, знаете, я люблю взять детскую книгу и прилиллюстрировать ее для взрослых. Да, вот сказки Пушкина смотрят для взрослых. Это не детская уже книга, но сказка. И вот так же я проиллюстрировал «Лесу и зайца». Сделал, ну это известно, «Лубина избушка», «Ледяная избушка». «Теремок» я так сделал. Тоже не детская, хотя там вроде так смешно нарисовалось. Но совсем не детская детям там. Мне вот это нравится. Мне нравится поднимать какие-то серьезные темы и наравне разговаривать с читателем. Мне не вот, ну вот, надо, чтобы дети поняли. Нет. Вы хотели бы пожелать тем, кто живет в Ульяновской области. Боже мой, живите дальше здесь, в таком же городе. Он такой замечательный, чистый, уютный, прекрасный город. Погуляли, видели. Ну и мне очень понравилось, да. Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. До новых встреч. Спасибо. До свидания.